Девушки отдыхают «И без денег не возвращайтесь» — именно эту фразу Иппулит Матвеевич услышал от Остапа. Приветствую вас, дорогие друзья, на связи Виталий. Знаете, народная мудрость говорит, что в каждой шутке есть доля шутки, но именно этот ассоциативный ряд у меня возникает каждый раз, когда я захожу на сайт иконописного подлинника, автором и руководителем которого я являюсь. В этом году впервые уже случилось так, что мне пришлось открыть специальную страничку для сбора средств, такой социальный инвойс для того, чтобы поддержать жизнедеятельность этого ресурса. И да, к сожалению, довольно-таки печальные обстоят дела у этого сайта, и так как я и обещал, мне пришлось ввести новые правила, которые вступят в силу очень скоро, и об этом я сегодня бы и хотел поговорить. Сейчас мы находимся с вами на подлиннике, и давайте перейдем в предложения, которые действовали до сегодняшнего дня. Итак, вот мы с вами на страничке предложения, и мы видим вот такую таблицу сравнения пакетов. Получается, у нас был пакет свободный и пакет премиум. И вся разница в этих пакетах заключалась в том, что у пакета свободного не было премиум-функций. К премиум-функциям я отношу возможность одним кликом сохранять массив изображений, который может быть привязан к альбому, к тегу, к коллекции, а также возможность организации своих коллекций в своем кабинете, что-то похожее с Пинтерестом. Соответственно, этих возможностей у пакета свободного не было. И вот именно такая ситуация, такой подход, такая политика открытости привела к тому, что мне пришлось собирать средства, подобно Ипполиту Матвеевичу. Итак, дорогие друзья, если раньше у нас действовали всего два пакета, это свободный и премиум, то сейчас уже будет их четыре. И как по мне, так это более демократический вариант, который был ранее. Как же будут называться эти пакеты? Это пакет свободный, авторский пакет, стандарт и премиум. Также, друзья, хочу всех успокоить, особенно тех, кто уже пользуется сервисом подлинник онлайн, на пакете премиум, за вами остается тарифный план, тот, который вы выбрали для себя, и он будет действовать до окончания даты вашей проплаты. Что же касается всех остальных, после введения новых правил, то вы сможете выбрать любой понравившийся для себя пакет. В чём же отличие нового свободного пакета от старого? Итак, если старый свободный пакет был лишён только премиальных функций, то новый свободный пакет кардинально будет отличаться, потому что сейчас будет закрыта база подлинника, и это связано с тем, чтобы обеспечить жизнедеятельность ресурса. Поэтому новый свободный пакет, кто для себя выберет, в принципе, для него не нужно регистрации, не нужно заполнять никаких анкет, то есть можно просто заходить и пользоваться сайтом, но тогда будет открыт доступ только для изображений авторских альбомов. Собственно, это альбомы, которые представляют из себя личное портфолио того или иного автора, который занимается церковным искусством. Конечно же, в познавательных целях это интересно будет для современных иконописцев, так как они могут посмотреть работы своих коллег, друзей, возможно, одноклассников, ну и в целом для заказчиков, ценителей церковного искусства и искусствоведов. Итак, друзья, как же выглядит пакет авторский? Вот, для примера, мы находимся на втором моем проекте, он более такой локальный и касается украинской современной иконописи. Сейчас мы перейдем... Проект называется «Икона онлайн» и мы перешли, собственно, на страницу авторов, которые структурированы по областям. К примеру, я бы хотел представить для вас свой альбом. Вот он выглядит так. Понятное дело, тут вот непосредственно сами работы. Вот как он выглядит, да, то есть есть маленькая аватарка, есть самое главное, вот ссылки. Ссылки на любые каналы коммуникации, которыми вы чаще всего пользуетесь. Это может быть ссылка на сайт, в данном случае у меня YouTube, ну и соцсети современные, Facebook, Instagram, Viber. Вот, то есть у вас будет свой такой авторский альбом, альбом вашего портфолио, и это вам облегчит общение с заказчиком и сделает их более комфортным. Пакет авторский будет интересен в профессиональных целях иконописцам, которые смогут таким образом сделать свой альбом-портфолио для удобного общения с потенциальными заказчиками. Пакет «Стандарт» по своему названию возможно является чем-то новым, но на самом деле это то, что ранее было в пакете свободным. И поскольку ни для кого не секрет, что мы живем во время капитализма, я считаю, что это вполне нормально, чтобы тот материал, который обработан и который может приносить пользу, конечно же, он не может распространяться на безоплатной основе. И поэтому именно пакет «Стандарт» уже будет открывать всю базу подлинника. Это будет как бы такой вступительный взнос для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность самого ресурса, то есть сервиса «Подлинник онлайн». И таким образом, имея этот пакет, вы сможете без проблем, если вы автор или даже просто человек, которому интересно церковное искусство, вы можете пользоваться базой подлинника, сверять, сличать, анализировать, думать или же просто созерцать работы классиков, известных мастеров и тем учиться, или же профессионально расти в своем искусстве. Этот тарифный план со всеми его возможностями в первую очередь будет интересен всем профессионалам, которые так или иначе имеют отношение к церковному искусству. И здесь на сервисе «Подлинника онлайн» очень удобно зрительно исследовать материалы иконописи, стенописи, декоративно-прикладного искусства, а также других известных техник в церковном искусстве. Также интересно не только следить за тем, как работают современные мастера, но и иметь широкий доступ к наследию церковных мастеров разных эпох. В целом, конечно же, пакет премиум ничем не отличается от версии старой. Здесь вы можете использовать премиальные функции, это делать свои коллекции, а также, что немаловажно, в профессиональной практике, это сохранять из базы подлинника одним кликом массив изображений, которое вы выбрали. Это может быть или альбом, или с привязкой к тегу, или парным тегом, или же вашей собранной коллекцией. Эти премиальные функции помогут вам сэкономить время в поиске изображений перед началом той или иной работы, будь это написание иконы, или же решение задач по росписи храмов. Это может быть полезно, конечно же, в первую очередь исполнителям. Исполнителям, которые непосредственно задействованы в процессе создания новых творческих работ по церковному искусству. Дорогие друзья, пользователи и подписчики сервиса Подлинник Онлайн, все вопросы и детали, если что, кому непонятно, пожалуйста, спрашиваем в комментариях к этому видео. И еще бы хотел напоследок сообщить о том, что с момента выхода этого видео и до «Бугоявления включительно» на странице предложения сервиса будет действовать скидка 50% на пакеты «Стандарт» и «Премия». Так что, друзья, у вас есть замечательная возможность воспользоваться такой акцией и попробовать Подлинник в личной работе. Касательно того, как организовать свой именной альбом, тем, кто будет делать подписку по авторству, по авторскому пакету будут выпущены отдельные вспомогательные учебные видео, которые выйдут, я думаю, в скором времени. Ну а пока, до скорых встреч и с наступившим вас всех 2020 годом. Надеюсь, этот год будет более успешным для сервиса Подлинник Онлайн в частности и, конечно же, для церковного искусства в целом. Ну а пока-пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»